Адмирал уступил в гостях у питерского СКА. Начали матч обе команды робко. Темп игры был очень низкий, в связи с чем в первой десяти минутки болельщики голов так и не увидели. После небольшого перерыва взять инициативу в свои руки решились соперники одновременно. Пошел открытый хоккей, а следовательно и большое количество ударов. Вратари по большей части справлялись, но первым ошибку допустил Бобков. Шайба в воротах Адмирала раззадорила хозяев, и те вскоре после натиска забили еще. Казалось, что петербуржцы спокойно доведут дело до победы, но в третьем игровом отрезке, причем за пять минут до сирены, дальневосточников буквально подменили. Сначала Джеймс Райт отличился на добивании, а уже через пару минут Роберт Саболич шикарно бросил с правого борта в дальний угол. 2-2. И снова злосчастный овертайм. Проклятие буллитов все еще было актуально для приморцев. В выходе один на один уступили. 3-2 в пользу СКА. Здорово, что все-таки мы сумели перестроиться, и в третьем периоде все-таки верили, и до конца сражались, сумели переломить ход игры. Вот, и довольны то, что вы возьмете задачку. Адмиралу осталось сыграть последний выездной матч с Череповецким Северсталем перед плотной домашней серией. Спартак Приморье завершил свое шествие в Кубке Сибири и Дальнего Востока. Третий день турнира ознаменовался первой победой красно-белых на соревнованиях. Приморцы обыграли барнаульский «Алтай Баскет», выступающий в этом сезоне в третьем дивизионе Суперлиги со счетом 81-65. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Павел Агапов, на счету которого 18 очков. Но четвертый и решающий день вновь расстроил болельщиков «Спартака». Команда встречалась в Новосибирском. Игра с сибиряками закончилась поражением Владивостокского клуба со счетом 91-75. Спартак Приморье завершил выступление на Кубке Сибири и Дальнего Востока на четвертом месте. Победителем же соревнований досрочно стал баскетбольный клуб «Иркут». Настоящий праздник для любителей роликов пройдет во Владивостоке. 1 октября на спортивной набережной пройдут соревнования по роллер-спорту, в которых все экстремалы покажут то, чему научились за все лето. Принять участие в мероприятии может любой желающий при наличии роликовых коньков и индивидуального комплекта защиты. Участников независимо от их опыта ждут такие дисциплины, как классический фристайл с лалом, прыжки в высоту, детская и взрослая командные эстафеты. Ну а для тех, кому страшно выходить на такие испытания, будут организованы мастер-классы и показательные выступления от опытных роллеров. Открытие соревнований пройдет 1 октября в 10.00 напротив спорткомплекса «Олимпийц». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.